Всем привет! И сегодня я поделюсь с вами своими очередными пустыми баночками. Это уже будут пустые баночки за июль месяц. Накопилось у меня их очень большое количество, поэтому я как-то их разбила на несколько месяцев. И начнем с того, что у меня закончилось для лица. Для лица у меня закончилась очередная солициловая кислота. Как раз летом я в принципе ею и пользуюсь, либо в другие времена года я просто подсушиваю прыщички какие-нибудь, либо если я вижу, что у меня слишком расширенные поры, и если тоник, которым я пользуюсь на тот момент, не помогает сужать поры, вот солициловая кислота мне, конечно, помощник в этом. Я беру всегда однопроцентную, она довольно-таки щадящая. Есть, по-моему, еще меньше процент, но для меня он практически никакой, поэтому я беру именно однопроцентную. Для меня она и ощутима на лице, что она что-то делает. И не такая ядреная, конечно, как двухпроцентная. И еще у меня закончился тоник. Тоник освежающий, гидробаланс с экстрактами алоэ и шиповника. Для всех типов кожи. Green Expert это фирма новая. Я, по-моему, в прошлом или в позапрошлом месяце увидела ее первый раз в магазинах Простор. В этой линейке есть как и тоники, так и крема для лица, для разных типов кожи. Неплохой тоник. Я так понимаю, это органическая серия. Написано даже, что это растительная косметика. Очень неплохой. Подходит как на лето, мне кажется, так и на весну. Мне кажется, вообще на любое время года подойдет вот этот тоник. И запах очень приятный. Не знаю, как у всей линейки или нет, но вот именно тоник очень такой вот действительно растительный запах. И в то же время он такой вот мне напоминает немножко зеленый терпкий чай. Мне очень понравился этот тоник. Это фирма, в принципе. Я присмотрюсь, может быть, каким-нибудь другим продуктом. Очень интересно попробовать какие-нибудь средства для умывания. Те же крема для век, для лица. Еще у меня закончилось средство для умывания от Avon Care. Это у нас три в одном комплексное средство для кожи лица. С экстрактом эхиноцеи и маслом зародышей пшеницы. Здесь 200 мл было продукта. Я еле его допользовала. Я уже говорила, что ихняя классическая серия, я не помню, с чем она идет. Она мне не понравилась. Мне кажется, вот эти вот средства для умывания подойдут для такой молодой кожи, для уже более такой взрослой кожи. Нужно что-то пожестче, посильнее. Вот эти средства для меня, для моей жирной кожи, для моей уже такой взрослой кожи, эти средства были ни о чем. Я пользовалась ими без какой-либо охоты. Я не могла этим средством умываться по утрам, потому что после него такое вот ощущение на лице, как будто вы умылись просто кремом. И лицо, конечно, увлажненное, но у меня очень жирнилась быстро кожа после этого. Поэтому я не советую именно для жирной кожи. И для снятия макияжа у меня закончилась очередная баночка от L'Oreal, метиллярная водичка. Я очень ее люблю. В связи с нашим положением на Украине у нас цены взлетели до небес просто. Поэтому вот закончился бутылек, я больше не покупаю, потому что есть довольно бюджетное средство, которым я именно смываю косметику, именно средство для умывания. Это, конечно, моя любовь. И останется моей любовью от Garnier. Я, конечно, хотела попробовать, но так как сейчас это все придорого стоит, я даже не знаю, стоит ли покупать. И как-то даже жаба меня давит. И еще у меня закончились продукты от Planeta Organica. Это у нас такие бессульфатные шампуни и бальзамы для волос. Я уже пробовала из этой линейки, можно так сказать, от этой фирмы продукты для волос. В первый раз я попробовала марокканский шампунь. Мне он не понравился, потому что он хорошо промывал корни головы, но вот именно кончики очень высушивал. Даже если не наносить на кончики, просто вот когда смываешь, и шампунь попадает на кончики, получается, что они очень пересушены. Они такие, знаете, вот как стекло потом у меня становятся. А вот бальзам для волос восстанавливающий прованский мне очень понравился. Он имеет такой приятный запах. Волосам он придавал такую мягкость. Я заметила, что мои волосы быстрее жирнятся от бессульфатных каких-то продуктов. И мало того, что они очень быстро жирнятся, они и тускнеют очень быстро. Буквально, наверное, через день у меня волосы тусклые, такие как неживые, и не очень мне это нравится. Эти, может быть, продукты от Планеты Органики мне не очень подходят. Но буду дальше как-то экспериментировать, пробовать, потому что я еще не нашла своего любимчика именно в уходе за волосами. Какой-то, может быть, must-have я еще не обнаружила, не нашла. Конечно, прислушиваюсь к вашим советам. Большое спасибо, конечно, девчонкам, которые советуют мне что-либо попробовать новенькое для волос. Я очень вам благодарна. Еще у меня закончились вот такие две большие бадьи. Бальзамы для волос. Эти два продукта от фирмы Берита Витекс. Мне, в принципе, нравится эта фирма. У нее бывают довольно-таки бюджетные средства, которые очень удивляют и очень радуют. Первый вот этот вот бальзам, который называется Кумыс. Запах, в принципе, у него приятный был, но он такой, знаете, вот как действительно кефирная какая-то вот смесь, какая-то вот, я не знаю, молочная. Она очень жидкая была. Укрепление волос плюс биоэнергия кисломолочных бактерий. Продукта здесь 450 миллилитров. Казалось бы, должно хватить его надолго, но, к сожалению, из-за того, что он такой жидкий и не такой, вот знаете, питательный какой-то и увлажняющий, из-за этого его хватило ненадолго. Я быстро его допользовала. Он ничего такого не делал с волосами, просто придавал немножко такую мягкость, совсем чуть-чуть. Приятное средство, но я его не советую, потому что это деньги на ветер. Стоимость у этих продуктов одинаковая, но вот этот вот продукт мне понравился намного больше. Это у нас тоже бальзам от Belita Vitex. Здесь написано, что это экстракт пивных дрожжей, ферментный комплекс, каскад кондиционеров, блеск плюс энергия. Не знаю насчет блеска и энергии, но этот бальзам мне нравится не за эти качества, за то, что он идет намного гуще, чем предыдущий, и запах у него остается на волосах намного дольше. Запах, я не знаю, как его описать, он не пахнет какими-то действительно пивными дрожжами. Он довольно-таки резкий, он напоминает что-то вот из разряда мыла для тела, но в то же время он приятный именно для меня, мне он нравится, и за счет этого я его и беру, потому что запах остается надолго, где-то на дня два у меня, и мягкость придает волосам очень хорошую. Стоит, по-моему, в районе 20 гривен, что-то такое. И еще для волос у меня закончилось масло эликсир от Горинье, очень любила это масло, хватило мне, кстати, этого бутылька где-то на полтора года, на год, это точно. Не решилась опять купить его, не потому что там оно мне разомравилось или еще что-то. Во-первых, у меня есть сейчас такой тоже эликсир для волос от Эйвен, и я не хочу просто, чтобы у меня стояло много всяких баночек, и во-вторых, тоже очень поднялась цена на него. Пока, в общем, я повременила, но средство очень хорошее, мне оно очень нравилось и нравится, я, конечно, буду покупать его дальше. В принципе, все знают про это средство, что оно суперское-пуперское. Я согласна со всеми комментариями и отзывами о этом средстве. И закончились у меня гели для душа, это, конечно, нонсенс. Первый раз я допользовала гели для душа какие-либо, так как мне из Арифлейм постоянно консультант дарила какие-нибудь гелики, и у меня уже их на полочке, знаете, так собралось довольно-таки много, и я не знала, куда мне их девать, куда ставить, поэтому я решила их допользовать. Я, в принципе, даже не жалею их. Мне как-то гели для душа, что стояли, что ехали. Я в основном люблю, как я уже говорила, какие-нибудь мыла для тела. Ну вот закончились первые такие бутыльки гелей для душа. Первый у меня от Discover. Он у меня был, по-моему, с ананасом и с каким-то цветком, не помню точно. Здесь объем 250 мл. Запах очень приятный. Мне нравился вот этот вот именно запах. Он легкий такой, очень хороший запах, приятный, приятно было им пользоваться. То же самое могу сказать и про этот гель. Это Floral Collection. Я не знаю, есть такие гели. В общем, здесь 200 мл. Это у нас был крем для душа. Запах был такой цветочный, но он такой немного напоминает мне парфюмированный запах. Если честно, ничем не отличается от обычных гелей. Просто запах здесь посильнее. И еще у меня закончилось очередное мыло от Discover. Это у меня какие-то тропические зелень либо тропические какие-то цветы. Очень приятный запах. Такой вот зеленый. Именно как будто травкой зеленой пахнет. Лесом, наверное, в перемешку с какими-то цветочками, когда они цветут. Очень приятный запах. Очень приятное мыло. Мыло эти я люблю. Мыло для меня это вообще любовь на всю жизнь. А мыло Discover это, конечно, блаженство. Еще у меня закончилась пена для бритья от Nivea. Для чувствительной кожи. Это у нас пена, обеспечивающая гладкость бритья. Защищает кожу от покраснений. Очень хорошая пена. Хватило нам ее очень надолго. 200 мл. Хватило нам, по-моему, на полтора. Два месяца, может быть, на два. Точно не помню. По-моему, где-то так вот. На два месяца. И пена, которая сейчас у меня есть в похожем бутыльке, но она идет без спирта. И она не такая вот хорошая, как вот эта. Эту пену, когда ты выдавливаешь, получается такая вот кучка, ну, как обычно, там пена-пена. Когда вы разносите ее, распределяете, получается, такое ощущение становится, что ее все больше и больше и больше как-то образуется. Я не знаю, как это объяснить, но вот пена, которую я пользуюсь сейчас, без спирта, у нее нет такого эффекта. Она даже, наоборот, как-то быстрее испаряется. И, наконец-таки, закончилось все у меня средство для тела. Это у меня тоже от Avon Care из серии Family. Это интенсивно увлажняющий крем для лица и тела для всей семьи. Ромашка и овес. Очень хотела в свое время тоже попробовать вот именно вот это вот средство. Там есть еще, я знаю, по-моему, 700 мл. Тоже вот из такой семейной серии. Попробовала. Здесь 400 мл. И хочу сказать, что не очень мне понравилось. Я использовала его зимой и как-то захватила даже немного весны. И это средство даже весной не особо увлажняло. В общем, средство такое среднего увлажнения. И подходит, наверное, на лето. Оно, как бы, такое более-менее густоватое, но оно очень легкое при этом. Кожу увлажняет не очень сильно. Я люблю, когда у меня, так знаете, вот я даже на следующий день чувствую, что у меня кожа увлажненная. Я люблю обильно увлажнять свою кожу, потому что она у меня пересыхает. И когда она пересыхает, соответственно, появляются всякие высыпания, появляются какие-то шелушения в разных участках тела, особенно вот на локтях, к примеру, на коленках. Запах был такой приятный. Мне напоминает даже пшеничный такой запах немного. И еще закончились у меня два средства для ног. Первое это у меня крем для ног. 150 мл. Брала как-то по скидке какой-то. Очень хорошее средство. Называется оно именно интенсивно увлажняющий крем для ног с глицерином и маслом какао. Действительно увлажняло кожу ног. Не только кожу ног. Я наносила его все время на ступни, на пяточки, какие-то вот огрубевшие именно участки на ногах. Я наносила его, и они действительно смягчались. Они действительно были мягкие, но очень сильно ощущался вот этот глицерин. Такое вот даже силиконовое немного ощущение. Но увлажнение этот крем давал. И еще у меня закончился скраб для ног. Это даже не скраб, а как здесь заявлено средство для смягчения огрубевшей кожи. Но на самом деле это обычный скраб. Это средство нужно было наносить на влажную кожу, держать где-то минуту и после этого скрабировать, как-то втирать в кожу. И оно должно было скатываться постепенно. Получается, с этим средством скатываются какие-то омертвевшие участки кожи на пяточках. И пяточки становятся гладкими. Это средство настолько экономичное, что я уже не знаю, сколько я его пользую. Наверное, год использую. Мне надоело, что оно стоит у меня очень долго в ванной. Эффект, конечно, такой же, как и от обычного скраба для тела. Но я уже не держала там какое-то время. А просто скрабировала, терла. Эффект, в принципе, тот же самый. Допользовала. Больше, конечно, не куплю. Я думаю, со мной согласятся некоторые девчонки. Скраб для лица, это, конечно, отдельное такое кодовое средство. Но вот такие вот средства, я не вижу смысла закупаться ими. Отдельно для каждого участка тела. У меня есть сейчас скраб, которым я пользуюсь на все тело. И также на пяточки, и также руки им скрабирую. И меня оно вполне устраивает. Оно также отшелушивает хорошо. Также делает мои пяточки очень гладкими. И также ухаживает за ними, как и это средство. Поэтому у меня в ванной вместо трех, там, четырех баночек теперь стоит одна. И я этому, конечно же, довольна и рада. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать. Чем хотела поделиться. Высказала свое мнение обо всех продуктах. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.